ЗТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧУДО НЕВИДАННОЕ Фильм премирован серебряным призом на 14-м Московском международном кинофестивале. ЗТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Голос певца Ты снова ко мне ко мне явилась Весь мир собой затмила В дивных грезах лишь то было Режиссер фильма Живко Николич Автор сценария Синиша Павич Оператор Станислав Самолани Художник Миленко Еремич Композитор Борислав Томинджич Роли исполняют Сабина Гершик Баты Живойнович Ташка Начич Весна Качинац Ярослав Ходжич Боро Бегович Боро Степанович Миряна Ходжич И Другие Ярослав Ходжич Боро Бегович Ярослав Ходжич Ярослав Ходжич Добрый день. Давай скорее, завозились. Этак мы придем последними. Все, гляди-ка, а ты-то чего вырядилась-то, а? Чтобы мужу было чем похвастаться, лучше проделай ему сыну. Вот и похвастаешься. Песня. Ты из снов ко мне явилась, и весь мир с собой затмила. В дивных грезах лишь то было. Тебе нравится эта песня? Да, замечательная. Я сам сочинил. Слова и мелодию. Правда? А что ты скажешь о голосе? Ну, прямо каруза. Вот ты оценила. А здесь и слушать-то некому. Смотри на них. А что ты сюда приехала? Иду, ищу дом Косиерича. Которого такого? Данилы. А, тот, что в город перебрался. Да, я его дочь. Дочь? Так вон его дом. А теперь в нашем доме музей? Нет. Корчма. А мне отец говорил, что здесь будет музей в честь деда. Лучше не упоминай здесь о своем отце. И не говори, чья ты. Лучше не упоминай. Я выду, а то что-то живот схватило. Я так рада. А, ты так давно меня никуда не выводил? Эх, моя баба Грана. Эх, мой зелье. Хоть бы кто приласкал. Не охальничай, в доме покойник. Грешно, Бог осудит. Добрый день. Прошу, прошу, пожалуйста. Извольте, что бы вы хотели. Я ищу работу. Работу? Да. Только пристойную. Ага. Надо подумать. Пройдите. Присядьте. А ты убирайся. Слушай, Зорка. Слушай, хозяин. Ты уволена. Что? И комнату освободи прямо сейчас. Что это вдруг с тобой? Ты не устраиваешь меня. Не устраиваю? А сегодня ночью. Забыл? Забыл? Что ты орешь? Умись, дура. Последних гостей меня распугаешь. Тебе повезло. Мне как раз не хватает одной официантки. Что ты здесь целыми днями бродишь с этой палкой? Вон там парн-инженер у него и спрашивает. Да нет, лучше я не буду спрашивать. А то лепнешь, что такое, что слопочешь себе по шее. Особенно у нашего-то хозяина. С Чепана. Сампан Шепан прибыл. Здравствуйте. Здравствуйте, хозяин. Здравствуйте, соболезную вашему горю. Слыхал? Бару завел новую официантку. Ну и как она? Словно картинка. Отец, опять живот, а? Их только этот старый бару подбирает, этот старый котяра. Да он всю жизнь виляет хвостом возле бродячих кошек. Мы заходим, а ты, Джоко, задержись и выдумай что-нибудь. Что? Ну, что-нибудь про меня, геройское для этой приезжей. Придумай, браток. Ладно. А вот где вы, мои друзья. Я сам пришел проверить. Надо же, в моем доме горе, а они тут. Так вот, запомните, я на ваши похороны ни за что не приду. Нет, боже упаси. Видите, госпожа, из-за таких, как вы, даже похороны срываются. Разговоры с персоналом я запрещаю. Барок, будь я сейчас на твоем месте, я бы запретил клиентам вообще ходить сюда. Прибрешься, будь ты неладен. Иди надень что-нибудь поприличнее. Не хватало из-за тебя драки. Братцы, тихо, тихо. У нашей корчме объявился миллионер. Зелё, зелё, поздравляю, чё ты взял? Твой разбогатевший дядя оставил тебе нас лиц. О, отныне все богатство твое. И мне наконец-то засияло солнышко. Крошка, подай-ка этим голодранцам вина. Какое дело надо отметить? Стой, зелё. Что, Баро? Кто платит? Я миллионер, Баро, миллионер. Ты знаешь, что такое миллионер? Да я могу купить всю твою корчму. Могу купить любую женщину. Блодинку вот эту, например, а? Могу купить вот эту блондиночку. Убери руки, зелё. Это я её кормлю. Ты, ты. Мужчина поёт. Будем крепко мы дружить с миллионером. Зелё, денег не жалей, станешь первым кавалером. Ты серьёзно про наследство или выдумал? Слышь, размечтался. Зелё, выносят деда. Надо идти. Теперь уж чего идти. Лучше здесь переждать. Лучше здесь переждать. Дорогой Йоксим, ты человек большого сердца. Жаль мне тебя, как брата родного. Ушел ты от нас в загробный мир преждевременно. Не дожил до лучших времен. Да-да, до самых лучших времен. Тот, кто будет жить в ближайшие годы, долгу Господа Бога. Да, типа не зря на свет родился. Он увидит чудо, чудо невиданное. Он вспятил. Ты, Йоксим, не верил, что человек может полететь, а он летает? Ты также не верил, что я смогу в этом заросшем озере, кишащем всякими жабами, развести 17 сортов рыбы? Ты смеялся, когда я говорил, что это озеро станет великим источником жизни, хотя оно и сейчас нас всех кормит. Но, братья мои, это лишь капля по сравнению с тем, что скоро здесь будет. Вот, братья мои. Тихо. Я, братья мои, задумал такое, чего никто, нигде, никогда не видывал. Песня. Парни козят мягкую траву, трудна козьба, трудна козьба. Девушки им воду носят, пей голодь, бобеду. Ты звал меня, хозяин? Я слышал, у тебя новая официантка, но она девушка честная, пришли ее сейчас же ко мне. Но, хозяин, я должен все знать о тех, кто сюда приезжает. Иди. Дай мне кружку, молодуха, целуй, не стой, целуй, не стой. На косу мою горячую, остуди, остуди водой, остуди водой. Иди, там тебя хозяин ждет. Задень платье подлиннее. А ты пошел вон. Идут, братья кондичи. Мне очень жаль, братья кондичи, но мест больше нет, извините. Что ты сказал? А ты говоришь, мест нет. Пожалуйста, прошу вас, что будете заказывать? Новая официантка. Очень жаль, братья кондичи, но я должен идти. Что зеляшек приутили? А мне не до них сегодня, у меня большое горе. Иди, ты нам не можем. Когда я все закрою. Закрою, средь бела дня. Мы оставили дом, коней, овец безпетра. Спустились с горы за нее, а он закрывает. Где она? Инженер, ты можешь сказать честно, получится то, что я задумал? Сейчас науку может все, было бы денег побольше. На выгодное дело денег никто не пожалеет. Да, но люди разные бывают. Мне нужно, чтобы они пошли за мной. А тогда уж никуда не денутся, раскроют свои кошельки. Против тебя никто не устоит. Бог тебе дал. И все тебе дадут. Что дадут-то? Подписи. Пусть это подпишут. А кто должен подписать? Все, все, кто здесь живет. Для прогресса всего общества. Прочти. Даю свое согласие на то, что сквозь большую гору будет пробит туннель. Из озера в море. А зачем же туннель? Этого твои женские мозги понять не могут. Ты лучше займись своим делом. Собери подписи, улыбнись, покрути там тем или этим. Для блага человечества. За новую эпоху. Смотрите, инженер опять что-то измеряет. А посмотрели бы вы, что измеряют там наши мужья. Все штаны в корчме протерли. Мой шару бывает там только по службе. Точно так и мой говорит. Служба. Служба у официантки. Барон аж заскучал. Куда кору заделся? Наверное, в подвале. И что он там торчит? Это последний? Ай, подпиши. Последний. На, подпиши. А ты вот это подпиши. Давай, вот это? Даже не знаешь, чего подписал. Какой-то туннель сквозь большую гору до моря. А мне все равно, как скажешь. Я через море, да бы, да и на край света. А вместе с тобой еще лучше. А, я ведь оттуда только и сбежала. Перка! Ты доиграешь. Я до пьера. Стой. Ты бы танцевала, я бы пел. И весь мир был бы наш. Я уже натанцевалась. Ну и? И больше не хочу. Перка! Подожди. Ты что, оглохла? Сколько тебя звать? Я не слыхал хозяина. А ты зачем здесь? Товар привез. Ну и что? А че расселся? Здесь тебе не посиделки. Проваливай. Что такое? Советую на ночь запирать дверь. Ты еще не знаешь, какие тут люди. Чуть стемнеет. Медведь и тот сюда не сунется. В другом месте братьев кондичей давно бы сослали на каторгу. А здесь они короли. Но эти хоть глупые. А вот зелье, тот отпетый разбойник и браконьер. Шепан распинается, что заботится о человеке. А за одну рыбу готов прихлопнуть тебя, как каракана. А сторож Шаро только и мечтает, кого бы подстрелить. У него жена бесплодная. Вот он и злится на целый свет. Да все, кто ходит в корчему, и этот дурачок Корузо, все они неудачники и ненормальные. Ну, подвинься. Ну-ка, ты нормальный хозяин. Объясните, что это значит? Это значит, что ты должна держаться меня. Вдвоем нам будет легче в этом грязном мире. А что, если я не соглашусь? Бывали у меня и такие. Выставишь их на улицу, помыкаются дня три. Поголодают. Глядишь, сами просятся к хозяину Баро. Что ты делаешь? Иду голодать. Постой, я же пошутил. Ну, что ты хочешь от меня? Ничего, вот тебе крест. Только взглянуть бы на тебя голую. Убирайся. Вон отсюда. Песня. Парни косят мягкую траву, трудна козьба, трудна козьба. Девушки им воду носят, пей голодьба, пей голодьба. Вы знаете, что здесь ловить запрещено? Ты что, настрелять будешь? И стрельну, если потребуется. А говорят, ты слаб попадаешь, когда имеешь дело с женщинами. Иди, милок, пугай свою жену, если есть чем. Иди, милок, пей голодьба, пей голодьба. Отец Макарий, побойся Бога. Сука. Жаль, что я не мужик. Что это, отец Макарий? Бадший ангел, Богом наказанный за грехи? Или сатана в женском обличии? Нет, отец Леонтий. Это куда опаснее. Это отец мой, баба. Долго еще тут сидеть? А то ведь так окочуриться можно. Подождем, пусть уберется это чучело. Стой! Кто идет? Я! Кто? Перка. А, тебе официантку захотелось? Я тебе покажу официантку. Покажу тебе официантку. Я на службе, что тебе надо? Иди прочь. Когда ты мне сделаешь ребенка, я уже 7 лет делаю, и все зря, только силы трачу. А, так ты теперь для этой мерзавки все бережешь. Тихо, молчи. О, совсем спятил, этот пристрелит, ныряй. Что тебя мучает, дитя мое? Я не могу иметь детей, святой отец. А муж мой на меня и глядеть не хочет. На такую-то красоту. Грешник он. Грешник. Ой, я с ума сойду, отец. На-ка, выпей малость. Подкрепишься. Я не пью, отец. Потому ты и с ума сходишь. Пей, это Христова кровь. Пей. В моем монастыре слепой прозревает, хромой плясать начинает, мертвая оживает. А знаю, отец. О, помнишь? Лепосаву Батричеву. Угу. 15 лет у нее не было детей. И вдруг, представь, понесла. Ну, ты ведь над ней молитвы читал? Читал? Да еще как усердно. Почитай надо мной, отец. Не примену, не примену, дочь моя. И немедленно идем. Вставай. Сейчас почитаю. Ложись сюда. Всякий ребенок милостью Бога рожден. Божью волей на свет он сотворен. Божью волей на свет он сотворен. Сними одежды. Все, снимай с себя все. Ты будешь чистая и голая. Как при крещении? Я не могу, отец. Бог все видишь, его нечего стесняться. Я тебя стесняюсь. А я его представитель. Что же мне, бедные, делать? Как хочу я за его? А как хочу я за его? Не бойся, не бойся. Я мое. Не бойся. Не бойся. Это же я, Макарий Чудотворец. Чудотворец. Это и есть тот самый чудотворный момент. Твой дед спас его от турок. Он был герой. Лик его изобразили на иконостасе. Только о том, чья ты внучка, отцу Макарию лучше не говори. Ладно, не проговорюсь. Более. Так-то оно будет лучше. Отец Макарий, знаю, я в своем грехе покаюсь. Она у меня последняя. Митропон, кровать вынеси. Спать буду на голом полу. Три дня на хлебе и воде. И с молитвами. Я никого не приму. Три дня мало. Надо бы хотя бы шесть, отец Макарий. Перебарщивать ни в чем нельзя. Добрый день. Что тебя привело сюда? Я к отцу Макарию. Сожалею, но теперь он только с Богом разговаривает. Можно мне хотя бы посмотреть на монастырь? Лучше тебе в другой монастырь женский. За что? У тебя лик святой. Жаль, если его осквернит земной грех. А люди жадны до живых святых. Секи, секи. Чтоб мне на ум никогда больше такое не приходило. Секи, секи. Тихо. Мама. А вот и я. Ты меня искала? Отец Макарий, иди молись. Моленье подождем. У Бога есть время. Пойдем, детка. Смелее. Отец Макарий, ладно, шесть дней. У меня нет больше сил наносить все это. Хорошо, девять дней и три бичевания. Куда ты тащишься, кровать? Сами сказали. Поставь и уходи быстрее. Прошу. Сейчас, дитя мое. Разберемся в тебе. Что тебя мучает? Дитя мое. Дай мне свою подпись, отец. Ага. А что ты дашь? Я? А у меня ничего нет. Есть, есть. Бог не ешь китарьев. Бог одарил. Да, поп, но не для тебя. Садись. В мое монастыря слепой прозревает, хромой плясать начинает, мертвая оживает. Не прогадаешь, дитя мое. Я сам Макарий чудотворец. Да я таких чудотворцев вдоволь нагляделась. Я могу наречь тебя и святой, а могу и ведьмой. Могу вознести и проклясть. Ха. А то, что сейчас задумал, отец святой, не сможешь. Ох ты, дитя мое. Я сам и рекал. Право светиться. Ой, это ты, Каруза. А что ты тут каждый раз ищешь? Фамильный герб, саблю и ордена. Те, что мой дед за краброс получил. А? Да еще здесь я ищу золотые дукаты. На что они тебе? Разве отец тебе ничего не оставил? Отец. Он мне завещал все эти вещи, забрать их и уехать отсюда. Есть тут одна картина. Здесь валялась. Вот она. Смотри. Ну, кто это? Мой дед. А все остальное Бару продал. Кому продал? Да, кому придется. Как он мог продать? Все это он выиграл твоего отца. И этот дом и вещи. И вот ты, дукаты. Все. Как выиграл? Обыкновенно в карты. И все это все, что осталось от деда. Есть еще сабля. Вот. Ее хозяин мясо рубит. Кто это? Я, Баро. Что нужно? Я хотел бы тебя видеть голой, душенька. Для тебя это ведь не бог весь что. В городе, говорят, женщины не стесняются. Так им, наверное, платят. Я заплачу. И я. Я ведь не скупой. Возьми дукаты золотые. Золотые дукаты. Сколько хочешь, душенька. Еще не легла, успеем. А рыба, зелье? Да черт с ней с рыбой. Прошу тебя, что тебе стоит? Ведь я уже стар. Может, это мое последнее желание. Господи, Боже мой. У меня задняя. Ну что ты кряхтишь, газель? Ты еще ничего. Бросай дукаты. Куда бросать? Сюда, в пупок. Кои промаши? Которым промахнешься? Мой. Попадешь? Я твоя. Моя. 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 Что она там делает? Да видно, что-то плохо. Что, что там застрял тогда, черт, одногласно? Видно, зелень, ну, мутновато. Ну, хоть что на ней. Да что бы я пропал, ничего нет. Ничего. Держи вам землю! Я никто не с вами ведет, чью. Никто нет. Ну, вот и славно. Слава Богу, Бог даст. Господи Боже, да что же это теперь будет? Господи, я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что вам надо? Сядь с нами, я не сажусь с гостями. Мы не гости, мы сваты. А кого вы сватаете? Тебя, и увезем тебя из этой дыры. Простите, я что-то не поняла? Выходи за нас. За всех четверых? Мы братья бедные, нам одной хватит. Нет, зачем мне так много бедняков? Лучше найти одного богатого. Зато у нас сила. А мне неизвестно, кто из вас самый сильный. Мы сами знаем, а других это не касается. Быть теперь катавасией. Если я буду вашей женой, то мне точно надо знать, кто из вас самый сильный. Из нас Петер самый умный. Я сильный. А эти так. Что значит так? Дома, не здесь. Нет, здесь. Выясним, раз начал. Ого, ты самый сердитый, конечно. И самый сильный. Да, я самый сильный. Я могу эту троицу всю в зубах унести. Эй, что ты делаешь? Побойся Бога, сатана. Вот когда договоритесь с той из вас самый сильный, тогда и приходите. Эх, подвернись они мне сейчас под руку, я бы им всем показал. Хватит зелё болтать. Идём ко мне домой. Что я не видел в твоём доме? Твои трусики. Трусики? Трусики. Иди ко мне быстрей. Что ты? Здесь люди, не могу. Тут люди. Не бойся, нет тут никого. Я тебе кое-что покажу. Погоди он. Я его сейчас прогоню. Кто там с тобой зелё? Джокко, это отец Джоко. Каких топор Джоко носит платье? Пап, ложись, бай. Привёл ко мне в дом блудницу? Это честная девушка из порядочной семьи. Макарий, отец, она пришла только забрать трусы. Какие ещё трусы? Да наши, наши, и она будет наша. Ты с ума сошёл? Ты хочешь на ней жениться? Хочу, отец. Пошёл бы ты и лёг. Как только она придёт, я уйду. Боюсь, что ты уйдёшь раньше, отец, а? Скажи, зачем тебе туннель? Не мне, Макарий, а народу. Народу? Народ ничего не смыслит. А когда он что-нибудь понимал? Ну и я не понимаю. Туннель в подписи. Что-то ты мудришь, Чепен. Эх, Поп, сейчас увидишь. Вот. Сочи, видишь. Вот это и есть туннель? Это. Это и есть туннель. Да, а всё, что вокруг него, это наше озеро. И куда оно денется? Уйдёт через этот туннель, Поп. А куда? В море. В море. Всё идёт в море. Понимаешь? Ну, вытечет озеро. А чем тогда людям жить? Возьмите в панк. Хлопком. Жрать, что ли, его будут? Сеять будут, Поп. Плантации хлопка. Косить ли его легко, как клевер. Значит, монастырь мой останется на сухом месте. Без рыбы, без еды, без паломников. На-ка, выкуси. Если будешь мне мешать в этом деле, растрягу тебя на веки вечные. Перепишу всех твоих внебрачных и пошлю в ладыки. А коли нужно будет, и тебя упеку. Ну что, хозяин? Может, ещё поиграем? Золотые дукаты. Ты забрала эти дукаты. Ничего у меня нет. Ну, у тебя есть корчма. Теперь и корчму. Поиграем, посмотрим, чья она будет. Корчму я не отдам. Да отдашь, отдашь, Баро. Не выдержишь, кот. Пусть и не выдержу. Ты знаешь, как мне нелегко. А корчму не отдам. Подумаешь. Если ты не хочешь, найдут ты другие. Стой. Идём. Всё или ничего. Кирилл Казарицы. Иди сюда. Или сада боле? Сад е много боле. Я сам ваяц. Айди спремись, предселиш. Что тебе? Если не выйдешь за нас, все твою корчму спали. Иди сюда. Ну ладно, Дукаты, Бог простит. Верни ты мне мою корчму. Твою корчму? Получи, пакостник. Господин Шчепан. Вот сука, совсем обнаглелась мьючка. Господин Шчепан, что еще? Братья Кондичи хотят меня увезти, а корчму мою спалить. Давно пора спалить? Теперь она моя, у меня договор есть, подписанный хозяином барона. А зачем я тебя посылал, собирать подписи за туннель или за корчму? А людям не нужен ваш туннель, а? Народ говорит, что кроме рыбы в озере ему ничего не нужно. Я бы высек весь этот народ. Не видит ни черта, кроме своей жратвы. Ладно, пойдем. Вот ведьма, и Шчепана приворожила. Стой! Стой! Стой, говорят. Стой! 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 Стрелять буду! Стой! Стой! Стой, пусачок! Стой, стрелять буду! Стой! 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 А ну вставай! Не видишь, что я ранен, милый братец? Я в воздух стрелял, проклятый ворюга, а в чем дело? В чем дело? Вот, поймал убийцу. Кого ты убил? Да вот! Что это? Мелочь, хозяин! Молчи, ворюга! Не хватало еще динамита перебить всю рыбу в озере. Есть разговор. Ты останься, идем. Ну что, всю рыбу перебил, а? Да куда мне? Рыбку две и хватит. Вот тебе динамит, бери сколько хочешь. Хоть всю ночь бей. А? Получишь за это деньги. Посуди, что будет с этим озером, когда вымрет рыба? Кому оно тогда будет нужно без рыбы? Останется лишь один выход. Какой? Строить туннель. Соображаешь? Неаа. Возьми и круши, болван. А твой сторож? Он тоже болван. Отвезешь ее в город. Суд. Суд? Необходимо заверить бумаги. Но, хозяин, скоро ночь. Вот и доберетесь к утру. Отчаливай. А озеро? Важнее это девушка. Человек на первом месте. Осел. Что ты там ищешь? Костюм. Так он на тебе. Я твой ищу. Мой для официантки. По службе надо. Чего ты, ма? Вот, захвати, а то замерзнете. Ма, у меня служба. Служба службой, а ребенка сделай. Так оно и есть. Чего не покинешь свой пост? Убийцы тут как тут. πάту. Бей ее! Анна. Эх! Может, приляжешь? Ночь долгая. Я вот и одеяльце припас. Жена у меня квелая. Ты бы родила мне сына, а? А почему нет? Ты мне только парня найди хорошего. Шоро! 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 Что вы били, старик? Пусти нас, я дорогу. Пусти нас в дом, сынок, если ты не спятил. Да пойми ты, мне дом сейчас пустой нужен. Сходите, повеселитесь где-нибудь. Я плачу. Вот дела, хозяин барон. Я спрятал, чтобы родной сын выгнал отца на улицу из-за уличной девки. Меня теперь ничто не волнует. А заволнуешься, когда у тебя уведут твою официантку? Приходят в мой дом среди ночи. Зачем? Забрать трусы. Трусы? Ага, вот эти. Беги! Беги! Беги, тебе говорят! Прыгай, придурок! Ложись, ложись! Парень, тебе что, жить надоело? Ну, вылезай. Ну, вот ведь, парень, ты рехнулся. Барон, какого черта? Я знаю, кто... Хватит плеваться, говори. Я знаю, кто побил всю рыбу в озере. Тоже. Этот негодяй, этот зелье, денег полный карман, точно банк обчистил. Благодарю. Только не говори никому. Что ты хочешь? Было бы хорошо, если бы ты посадил в кустузку этого проходимца. Нет перки. Как это нет? Говорят, Шора увез. Этот пустой барабан... Пойдем. Дома, небось, сидит. Ну, и где эта бедовая баба? А куда ей деться? Ах, как хочется скорее добраться до нее. Ее же кроватки откушаем на пару. Ух, и натешимся, но я буду первый. А, а давай. Дай мне кружку, молодуха. И целуй не стой, и целуй не стой. И горячую мою косу остуди водой, остуди водой. У Sea, мое тебе, может . Сибирь 계цкая уída. Молодой, быстрher Mossack. Сибирь я это прошуsin. А что? Сибирь. Успирь. Сибирь. Сам Zhong из чего? Сибирь. 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 Вон отсюда кослы. Всю кровать провоняли. Кто здесь? Воры. Воры. Стой, стрелять буду. Стой, что случилось? Туда, быстрей. Нет, нет. Ну, доигралась, сейчас я тебе покажу. Отпустите меня, ты погубишь моего ребенка. Какого ребенка? Моего. Отпустите, я беременна. Шнур запален. А ну, все в укрытие. Что же это, хозяин? Рыбы нету. А говорят, что скоро и озеро не станет. А жить чем тогда? Ничем. А что же мы будем делать? Хлопок будешь сеять. Как? Два урожая в год. Того, кто не хочет, не принуждаю. Работников найду. Я знаю, где их взять. А вы шапку на беквень и на автомобиль. Через туннель. Прямо к морю. В новую жизнь. Баро, ты знаешь, кто теперь хозяин этой корчмы? Как это, кто? Знаешь, Баро, я теперь хозяйка. Вот здесь написано. Где? Это недействительно. Видишь, заверено в суде. Она выиграла. Люди добрые. Ты тоже выиграла эту корчму. Но ведь я не так, как она. Не надо, Баро, я тебя знаю. Отныне корчма ее. Эй, Баро, принеси кого-то. Отметим это дело. Тихо, женщины. Послушайте меня. Что я вам скажу? Когда Господь призовет меня, что я скажу? Я скажу ему. Великий Боже, ты дал мне этих коз и козлов. Ты прими же их обратно. Где вы мужья? Глупые козы, это вы. Где ваши мужья? С тех пор, как эта ведьма стала голой купаться в озере, и рыба вся подохла. А ваши муженьки подписались под дырой, через которую вытечет озеро. А сейчас эта развратница носит в себе ребенка. От чьего-то мужа. Может быть, от твоего? Или от твоего? От твоего. Кто ж ее забрюхатил-то? Вот бы узнать. Может, Зеляша, это ты отличился? Ведь хвастал больше всех. Эээ, я бы ее мог, конечно, да. Что-то желания не было. Да что ты, Жор, заткнись. Зеля, что там? Женщины идут. Эй, что вам надо, бабы? Видал, вот так. Ее давай, ее пузырь. Эй, давайте-ка отсюда. Корчмане для вас. И не для всяких шлюх. Как и марш. Не уйду, пока не признается, кто отец ребенка. Марш в дом. Бычок, убери рот. Бабы, бабы. Ну что же вы? Дуры. Ребенок мой. Я отец ребенка. Жора, да неужели ты отец? Я, истинно. Ну да, я обниму тебя, сыночек ты мой. Наконец-то. Господи, Господи, помоги мне, если ты существуешь. Верни мне мужа и сделай так, чтобы был покой в моем доме. Слыхала? Что? Как что? Как видишь, бесплодные не мы. Наш род не был таким, пока не пришла ты. И убирайся от нас. Нам пустоцвет ни к чему. Ничего не выйдет. Я тоже в положении. Ну, трудно, сын. Как? Жду ребенка. Что ты сказала? От вашего сына. Дай мне кружку, молодой. Не целуй, не стой, не стой. На косу мою горячую остуди водой. Остуди водой. Ну, молодец ты, Шора. Как ты только мог это сделать, подлец? А, я-то всегда мог. Я петушок. Это жена у меня, не несушка. А это горячая, а? Как это можно, Шора, чтобы при живом мире она с тобой была? Как видишь, можно. Можно? Значит, мне кого-то надо убить. Не знаю, кого. Только сперва. Ее, его или себя. Сперва давай себя. Дай мне кружку, молодой. Люди! 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 Выпейте еще за нее. Я ставлю вам. Я сегодня угощаю. Мой Шора еще одну зреет. А? Еще одну. А? И у Кристины пузо зреет. Молодец. Что это? Что это? Еще и вода. Откуда эта вода здесь? Не понимаю Как идут дела? Да все хуже и хуже Ничего, дед, скоро будет лучше А когда, хозяин? Как я сказал, так оно и будет Вот ты сказал нам, что озеро будет вытекать А оно поднимается Растет, растет озеро Видишь, какая вода? Это от снега, он же тает в горах Август месяц, какой снег? Объяснил, придумать же такое Ладно, поехали Песня В детских снах я видел фею Принесли ту фею волны Ты снова ко мне явилась И весь мир с собой затмил В дивных грезах или что было Долго мне еще таскать эту чертову воду Пока там не станет сухо Когда корчма была моей В погребе было вино, а не вода Знаем, знаем А в вине вода Ладно, смейся Недолго осталось Носи и не причитай Что тяжко, Кристина? С тех пор, как ношу ребенка Не знаю тяжести А как же корчмарка, а? Что шорова, то и мое Что шорова, то и мое Кто не боится греха Тот и в ад не попадет Боюсь я, отец Не бойся, дочь Не бойся То не грех То божий дар Теперь их будет двое Тот другой В рождении дьявола Если он родится, сгинет Вместе с матерью Из озера пришла Там же и утонет Стой! Стой, ведьма, проклятая Что тебе надо? Что тебе надо от меня? Твое дитя Ты что, рехнулась, а? Пусть даже и рехнулась Обещай, что когда ты родишь То мне его отдашь Что ты сказала? Ведь мой муж, отец его Исчезни Прошу тебя Об этом никто не узнает Обещаю тебе, исчезни А? Ну куда же я исчезну? Куда хочешь? Зачем тебе мой, когда у тебя свой есть? Вот мой ребеночек Вот мой ребенок Что ты смеешься? Что ты смеешься? Что ты смеешься? Разве смешно? А вот мой Лезь у мой кревет Я и так не спал В детских снах я видел фею Принесли ту фею волны Ты снова ко мне явилась И весь мир с собой затмила В дивных грезах Дай мне какую-нибудь рубашку Возьми вот эту Слушай, какую я тебе еще песню спою А слушай садово А вот еще послушай Что это вы тут делаете Эти безбожники А? Не бойся, это мой отец Поешь? Пою, ну и что же еще? Этой ведьме ты поешь А в церкви не хочешь антихрист Да что с тобой, папа? Уж лучше молчи, развратник Эй, слушай Ты не видела зелья? Не видела я никого Мне никто теперь не нужен Твоя правда Эй, Богу Так и мой зелья Мой ближайший дружок Забросил меня Из-за какой-то бабенки А куда я тебе собралась? Какое тебе дело? Столкнул бы уж лучше Мою лодку Я бы кое-чего другое Подтолкнул Лучше тебя старались Да все, без толку А может я как раз тот Кто тебе нужен Все вы те А вот ребенка что-то нет Куда же все-таки ты едешь? К Божьей матери Ну, счастливого пути Слушайте меня Женщины пропадают Рыба погибла Озеро поднялось И все это ее рук дело И ко всему прочему Она еще и женихов себе привораживает Так не позволим этой нечистой силе Блудить и наш покой смущать Что это с озером вдруг? Не вдруг А уже давно поднимается А ты чутишь? Уже давно А ты молчишь? Я? Да я даже не знаю, что сказать Говори Говори Кажется, мы допустили небольшую ошибку Какую? Мда Море Море Выше чем озеро Какое? Что? Озеро ниже уровня моря Море Море Доходит Доходит досюда Вот примерно так Море А озеро тут И теперь эта вода пошла в озеро Погоди, 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 молодец А ты что, ничего не измерил? Я сам пошел в вашей идее Ну, я доверился вашей идее Ну, ведь я не инженер, а ты Ведь не я инженер, а ты Я еще не вполне инженер Как? Я экзамены еще не все сдал Еще два осталось А что ты меня не возьмешь, жены? Возьму И ребеночка мы с тобой сделаем А теперь послушай песню А что, чему, сад? А зачем мы нашу песню? Споем мы нашу песню Повечу, моя милая Где? Где никогда не си била Я хочу на конь има Белим сватом има Я хочу на конь има Белим сватом има Пошел отсюда, недоучка Это все-таки была Наша идея Идея все-таки лично ваша была Я в подписи у народа собрал Народу доверился А ты Пакостник Ты куда это, жених? Что ты маешься, отец? Ты хочешь взять в жены эту ведьму? Фею, отец, фею Фею, за которой встало в очередь все село А тебе места не хватило Вот ты и проклинаешь Проклинаю за то, что она сатана Сатана Шора Шора, сын ты непутевый Ну что ты делаешь? Ты к ней еще в сваты полез Видишь? У нас дьявол все отнял Даже жену твою Поп сказал Она в озеро канула Нет ее И как раз ведь тогда Когда она нам Так необходима Постой Постой, куда ты? Куда ты несчастный? Засмеют же люди Ёша Ёша Что тебе? Пойдем в сваты Какие еще сваты джока? Скоро все потонем Где зеля? Зеля? О, ты идешь? Иду Ого Куда ж ты такой? Ну не могу В озеро Ну ладно, хватит опоздать Не будет мне джока жизни без нее И все Да что с ним такое? Совсем с пятен Оставь придурка Я придурок Вы увидите Кто из нас придурок Расстрою их свадьбу Одним матом Нагуляйтесь Только на моих похоронах Зелю Давай с нами Это будет свадьба Какой еще свет не видал Счастливого пути, братья У меня здесь дела поважнее Джоко Прости Прости Прощаю Ух, матерь божья соленая Люди, тонем мы Тонем в море Слышите? Слышите? Все потонем И по делам нам всем ПОЁТ Субтитры подогнал «Симон» 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 Музыка! Музыка! Господин Шчепан, если от Бога не отвлеклись, помогайте! Музыка! Мужайтесь, люди! Мужайтесь! И терпите! Что же нам теперь делать? Отдыхайте, пока мы не найдем эту дыру! Все будет в порядке! Музыка! 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 Столбосил Столбосил